МИХАИЛ ЭВАЛЬДОВИЧ, ЗДРАВСТВУЙТЕ Здравствуйте. Ну и давайте начнем сразу с поздравлений. Вам в конце сентября присвоено звание заслуженного врача Российской Федерации. Что для вас, что вам дает это звание, подписанное президентом? Дает. Ну это признание, скажем так, руководство моей работы. Ну поскольку я являюсь руководителем службы травматологии, ортопедии, наверное, это признание работы всей службы. Тут уж без всякого лукавства. Вот про все службы. Мы сейчас находимся вот около такого стенда, и я смотрю, в основном все молодые лица. Вот вам, как руководителю, не страшно? Вдруг подсидят? Или будут лучше своего учителя? Ну, я думаю, это должна быть мечта любого руководителя, чтобы ученики... Если ученики не становятся лучше своего руководителя, значит, это как минимум плохой руководитель. Потому что, как говорят в медицине, если ты только приостановился, оглянись назад, ты уже позади. Ну, тем не менее, столько лет вам удается быть впереди, да? Сейчас уже вот с таким званием. Если вспомнить, как все начиналось, почему именно травма? Ведь был выбор в ВУЗе. Ну, да. Изначально, вот в те годы, когда я учился, у нас была специализация только по хирургии. А уже из хирургов мы шли или в травматологи, в абдоминальные хирурги, в урологи, онкологи, нейрохирурги и так далее. Наверное, это было правильно, потому что мы как-то более широко осваивали специальности хирургические, а потом уже, зная их, уже выбирали какую-то. Но я уже рассказывал, что когда я приехал в свое время, будучи интерном в район на работу, то с удивлением обнаружил, что в районе половина, практически половина всех пациентов хирургического приема, это пациенты так или иначе, или с травмой, или с заболеваниями опорно-двигательного аппарата. То есть половина хирургии – это травматология и ортопедия. Ну, и чувствуя недостаток знаний, конечно, дальнейшее прохождение интернатуры, я постарался посвятить освоению этой специальности травматологии и ортопедии, ну, а в процессе, так сказать, познания влюбился в нее, до сих пор не жалею. Вот вам, наверное, не знаю, насколько легко-нелегко рассуждать о том, чтобы влюбились в это, да? Но вот я, будучи журналистом, иногда снимая и операции, и видя фотографии, которые мне врачи показывают, слушайте, ну, с ума можно сойти от тех травм, которые вы видите. Это ведь боль человека, это ведь, ну, простите меня, кровь и… ну, хотя что я врачу говорю? Про какую кровь? Это, смотря, как к этому относиться. Если вы смотрите, ах, да, кровь, ах, страшно, ах, там еще тяжелая травма, а что будет? Если это относиться с точки зрения, а как бы помочь, а что сделать, вот, а как бы быстрее поставить человека на ноги, а как его сначала спасти от опасных для жизни повреждений, потом уберечь от каких-то будущих возможных осложнений, да, то тогда это представляется, конечно, все по-другому. И уже психологический настрой, он уже, ну, скажем так, продуктивный в данной ситуации. Я думаю, это подтвердит любой из наших специалистов, потому что все наши и травматологи, и хирурги, это все такие же люди, такие же, ну, скажем так, бывают и ранимые, но вот этот настрой, он позволяет избежать вот этих эмоциональных, так сказать, всплесков. Я знаю, что очень много работы и в отделении, и у вас, но все равно ваш рабочий день заканчивается. Дома, Михаил Гейер, что за человек? Расскажите, потому что, ну, к семье к вашей мы не можем сейчас поехать, ну, давайте хотя бы вы так немножко о себе. Чем вы занимаетесь дома? Дома, отдыхая после работы. Вот, каких-то вот таких особых увлечений, конечно, нет. Летом это, безусловно, дача. Ну, раз, два, три, несколько раз можно там съездить, отдохнуть, съездить на рыбалку и так далее. Вот, ну, каких-то вот, просто нет времени. Ваша специализация когда-либо помогала вам вне, так скажем, стен медицинских учреждений? Кого-то приходилось как-то, ну, вот спасти? Ну, спасти, оказывать помощь, ставить диагноз, ну, было и, что выходил при ДТП, оказывал помощь. Ну, там больше диагностическая была, и правильно уже по приезду бригады скорой помощи, уже собрав анамнез, я уже мог просто сказать, предположить, какой диагноз, наличие там сотрясения, там переломы того-то, вот, ну, было такое. Скажите, ваши друзья, может быть, дальние родственники пользуются тем, что вы врач? Ну, знаете, как вот, я, например, филолог по образованию, да, у меня друзья, ты же филолог, значит, ты должен все знать. Ты же юристом, например, ты должен знать. Ты же врач, Миша, ты должен знать. Бывает такое? Да, конечно, конечно. Спрашивают не только по моей специальности, а спрашивают по многим вопросам. Где-то, ну, то есть, давать рекомендации четкие по лечению мы, конечно, не можем, а или даже к какому специалисту обратиться, какое предварительно может сделать исследование, на какие симптомы обратить внимание, профилактически что можно сделать, да, существуют какие-то рекомендации по здоровому образу жизни и какие-то еще, вот, ну, естественно, обращаются и помогают. Огромное количество сейчас снимается сериалов про врачей. И, судя по рейтингам этих сериалов, они все бьют просто рекорды, потому что людям нравится смотреть на это. Вы когда-либо смотрели сериал про врачей? Ну, постоянно я, конечно, не смотрю такие сериалы, но то, что я смотрю, где-то в каких-то сериалах, конечно, нереальные создаются ситуации, где-то много пафоса, где-то действительно такие приближенные к жизни, и, безусловно, что-то в них есть. Почему люди этим интересуются? Ведь в этих сериалах отражается одна из больших сфер, социальных сфер нашего общества. Это вот система здравоохранения. Показываются ее и плюсы, и, может быть, минусы какие-то, да? И если человек не занимается там какой-то квантовой механикой, он не будет в это лезть и говорить, да, я вот здесь согласен, здесь нет, да? А вы найдите хоть одного человека, который скажет, что он не разбирается в медицине. Такого не будет. Потому что человек так или иначе сталкивается с этим, и, естественно, имеет об этом суждение, и имеет опыт общения с медиками. Ну, вот именно это отражается, он видит что-то знакомое и близкое, интересное ему. Наверное, вот с этим связана популярность вот этих сериала. Вы тоже неоднократно уже рассказывали о том, что технологии сейчас далеко шагнули вперед, в эндопротезировании и так далее. Когда-нибудь, вы считаете, роботы смогут заменить руки человеческие? Ну, дело в том, что, наверное, вот в том понимании, как роботы полностью, наверное, я думаю, что нет, это и не должно быть. Дело в том, что у нас организм человеческий – это не модель, которая создана по какому-то единому проекту, да, по каким-то единым чертежам. В каждой ситуации возникают разные, не то что аномалии, а варианты развития. Совершенно разные. У кого-то идет один нерв, скажем, тот же седалищный, да, и мы знаем, что он с палец толщиной, а у кого-то он разветвляется еще на уровне, там, только выхода из таза, да. Вот. Сосудистая система – то же самое. У всех по-разному текут патологические процессы, как мы называем, болезни, да, но и сами болезни, они не бывают вот одинаковые. Вот болезнь должна начинаться так, течь так и заканчиваться вот так. Вариабельность вот эта, она не позволит создать, скорее всего, я думаю, так, вот, во всяком случае, так сказать, в обозримом будущем, не позволит создать какую-то стандартную модель лечения. Я имею в виду, там, хирургическое. А вот элементы автоматизации, стандартизации, они, конечно, существуют. Вот. То есть в нашей специальности особенно использование определенных технологий, которые позволяют минимизировать, ну, скажем так, субъективный фактор. Вот, то есть свести на нет возможность какой-то ошибки. Вот. Вот это, да, вот к этому мы стремимся и современные технологии. Ошибки все равно случаются, и система здравоохранения не лишена изъянов. Это, ну, очевидный момент, потому что это все развивается. Когда операция заканчивается успешно, вот вы как человек, вы испытываете, не знаю, какую-то радость? Или же это уже рабочие моменты? Это, безусловно, это, ну, наверное, не радость удовлетворения, вот, скажем так. И я, например, своих коллег, вот, особенно молодых, для меня важно. Вот он поучаствовал в операции или сам сделал. Я говорю, как ты к этому относишься? Ну что, ты получил удовлетворение или нет? Один говорит, все отлично, все классно, ну, тут надо сомневаться. А кто-то говорит, вот, в следующий раз бы я вот, вот, наверное, бы немножко, вот, это мы не говорим про ошибки, которые, вот, грубые ошибки, которые могут приводить последствиям, а вот все-таки, вот в следующий раз бы я вот здесь бы сделал немножко вот так. А вот здесь, наверное, я вот, как бы, нашел новый какой-то, так сказать, способ чего-то сделать, да. Анализ, он постоянно у нас присутствует Михаил Иванович, спасибо большое, что встретились с нами Знаю, что время тоже у вас ограничено немножко Спасибо, удачи вам Спасибо, спасибо вам и нашим зрителям И здоровья всем